Грант российского фонда фундаментальных исследований на 4,5 миллиона рублей выиграли преподаватели в ГУЭС. Цель проекта победителя – разработка технологии хранения и обработки больших массивов слабо структурированных биомедицинских данных. Об уникальности и актуальности проекта мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Карина Шаггильдиан, руководитель проекта, директор Института информационных технологий в ГУЭС. Здравствуйте. Не могу вас не поздравить с таким событием, как получение достаточно серьезного гранта. Поздравляю вас. Спасибо большое. Поздравляю ваших коллег. Я думаю, что для начала стоит нашим телезрителям, да и нам, собственно, объяснить, что значат эти серьезные термины, которые мы используем, в том числе в названии проекта. Это такие термины, как большие данные, информатизация, компьютеризация. Что значит они сегодня, почему они такие важные? Расскажите нам, интересны все подробности. Ну, компьютеризация – это то, чем мы занимались, ну, наверное, в 90-х годах. В середине 90-х годов вначале мы занимались тем, что покупали компьютеры как можно большим количеством студентов, сотрудников и пытались всех посадить на свои рабочие места. Мы начинали разработку информационных систем, которые позволяли бы людям, ну, каким-то образом облегчить их работу, повысить их производительность. И в конечном итоге, начиная, наверное, с конца 90-х годов и все нулевые, мы занимались тем, что называется информатизация. То есть мы разрабатывали информационные системы для нашего университета, но так было по всей стране и во всем мире. То есть все IT-специалисты занимались созданием инфраструктуры предприятий, покупки компьютеров, разработки информационных систем, написания программ. И это все делалось для того, чтобы на предприятиях у людей были намного большие возможности для производства, для разработки, для развития, для создания новой ценности. Вот этот процесс, ну, наверное, дошел до середины десятых годов, да, когда стало понятно, что в результате этой информатизации, построения инфраструктуры мы создали огромное количество данных, которые есть в самых разных системах, в самых разных базах данных, они в разных форматах и говорят о самых разных вещах. Вот в этих данных находится некая уже информация, которая описывает ту деятельность, да, и те природные явления, и ту особенность развития, и те специфики, или наоборот общие вещи, которые происходят в мире. И в этих данных все это уже есть. И вот суть в том, чтобы сейчас начать или продолжать, да, то, что началось не так давно, это обрабатывать и анализировать эти данные, чтобы получать какую-то новую информацию. Вот это термин цифровизация. То есть мы начали от компьютеризации, перешли к информатизации, и сейчас мы в периоде цифровизации, которая состоит в том, чтобы из тех данных, которые уже есть, и которые постоянно каждую минуту возникают в огромном количестве, получать новые знания и новую информацию о природе, о явлениях, о событиях, ситуациях, делать выводы и прогнозы. Вот суть в термине информатизация и цифровизация. В случае с проектом, который выиграл грант, мы говорим о биомедицине. Если так обобщить, расскажите о нем и почему так важно его реализовать, почему так важна была эта победа в конкурсе. Ну, проект направлен на разработку единого хранилища цифровой информации, биомедицинской информации. Цель проекта состоит в том, чтобы объединить в одном месте данные из самых разных источников, подготовить их для того, чтобы их дальше анализировать и делать определенные выводы о способах лечения, об эффективности лечения, делать прогнозы, строить модели, на основании которых можно оценить особенности течения заболеваний у каждых конкретно больных. Ведь в медицине существуют определенные нормы, которые характеризуют, например, в целом популяцию. То есть в целом у определенных людей, например, вплоть до расы есть разделение каких-то нормативов, есть специфика, характеризующая целый вот такой большой пласт населения. Но каждый человек индивидуален. Это то, что относится к так называемой персонализированной медицине. То есть у каждого человека есть особенности течения заболеваний или, наоборот, их развития. И вот понимать, почему у него так, а у другого по-другому. Это очень важный момент, потому что это позволит намного более эффективно лечить людей, прогнозировать вообще, есть ли у него заболевания. Вот та самая огромная, большая, наверное, успешная проекта, связанная с поиском гена рака, онкологических заболеваний. Это один из таких ярких примеров развития отрасли анализа данных, больших данных, потому что именно поиск зависимости между каким-то геном и тем, что у человека возникает онкологическое заболевание определенное, это было возможно сделано на больших данных. Собственно говоря, мы накопили такой объем информации, что мы можем из этих данных извлекать причины следственной связи. И вот для построения такого хранилища, именно связанного с биомедициной, я имею в виду, и клинические данные, и статистические данные, и те формальные описания истории болезни, любых экспериментов, связанных, имея в виду анализа, экспериментов в смысле анализа данных, мы все это формализуем и храним в одном месте. Вот в этом проекте участвуют, лишь такие проекты не делаются в одиночку. ВГУЭС является вузом, который выиграл этот проект, но на самом деле в нем участвуют много разных других людей. Прежде всего, это Институт автоматики процессов управления, лаборатория интеллектуальной системы является активным участником нашего проекта. И, естественно, медики. Без них это совершенно невозможно. Это и медики федерального университета, и медики медицинского университета. И более того, в нашем проекте участвуют и высшие школы экономики, потому что есть область, которая для нас очень интересна и важна, но нам здесь пока сложно было ее развивать. Мы занимаемся машинным обучением, например, экспертными системами. Это области, которые позволяют вытаскивать новые знания, и вот экспертные системы, они позволяют диагностировать, автоматизировать диагностику, например, заболеваний и там поиск аналогов, например. Вот эти вещи мы можем здесь делать. Но есть очень важная вещь, которая связана с тем, что, к сожалению, в историях болезней медицинских очень часто представлены большие блоки неформализованных данных. Просто текстом написано описание истории болезни, и обработать ее нельзя. А это могут быть какие-то уникальные данные, которые в форме изменят ситуацию? Это могут быть уникальные, но могут быть и общие. Они просто недоступны для обработки. Но важны все и уникальные, и общие. Абсолютно точно, да. И вот для того, чтобы формализовать эти данные, нужны специальные методы анализа текста, и для этого мы как раз привлекли, например, специалистов из Высшей школы экономики, потому что это вещь очень важная. И такой объем информации в текстовом виде, который есть в медицине, он, к сожалению, есть, но он недоступен для обработки. Вот одним из целей нашего проекта является извлечение этих данных из текстов и встраиванием в наше хранилище, и затем дальнейшая обработка и анализ. А студенты будут принимать участие в этом? Да, конечно. Мы привлекаем, очень активно привлекаем магистрантов. Вот, как пример, у нас в этом году защитилось три магистранта по направлению, связанному с биомедициной. Одна магистранка у нас построила модели, которые позволяют оценить наличие лекарственную устойчивость у ВИЧ-инфицированных пациентов. При этом стоимость анализа такого на основе генов, да, оно очень дорогое, там, порядка 600 тысяч рублей. Один больной, один анализ, порядка 600 тысяч рублей. Очевидно, что реально делать анализы часто, для этого нет средств, не хватает. Но с помощью вот модели, которые используют машинное обучение, ну, в частности, нейронные сети, мы с магистранкой построили модели, которые, и сети, которые идентифицируют наличие лекарственной устойчивости по анализу, который стоит 500 рублей. И точность, ну, приблизительно составляет 97%. А если даже не использовать этот анализ за 500 рублей, на том анализе, который, ну, фактически бесплатно, точнее он по ФОМСу оплачивается государством, то есть не требует никаких дополнительных положений, можно получить точность 84%. То есть мы понимаем, что вот с помощью таких методов мы можем значительно повысить эффективность лечения, потому что мы сможем сразу определить достаточно с большой вероятностью, что у человека есть лекарственная устойчивость, и не лечить его теми препаратами, которые, вообще говоря, стоят тоже очень дорого. Стоимость ВИЧ-инфицированного – это очень дорогое удовольствие. И мы можем просто-напросто понять, что этим лекарством не нужно лечить, это бессмысленно. Он год лечится, а результата никакого нет, да, и он только ухудшает свое здоровье, и никаким образом не происходит ремиссия, да. И поэтому, собственно, цель вот этого всего исследования – это повысить эффективность лечения человека, да, ну, в тех условиях, в которых мы находимся, да, не, к сожалению, не слишком высокой финансовой поддержки здравоохранения. Мы сейчас говорим, безусловно, наверное, о самой важной части, которая сегодня исследуется – это медицина, медицина будущего, и понятно, почему мы это делаем. Но в целом большие данные, которые также называют big data, да, также многие могли слышать термин на английском языке, они ведь не только биомедицине посвящены, но и другим сферам. Расскажите, какие еще данные подвергаются обработке? Ну, на самом деле, конечно, и машинное обучение, и искусственный интеллект, и big data. Вообще, если говорить об этих терминах, big data – это скорее технологии. Это технологии, которые позволяют хранить, обрабатывать, анализировать большие данные, имея в виду просто много данных. Термин «большие данные» – это такой, знаете, спорный еще термин, когда говорят о том, что куча – это сколько, да. Вот «большие данные» – это сколько. «Большие данные» – просто это все, что можно взять в этой области, да, вот скажем так. Хотя некоторые пытаются оценить это в терабайтах, но мне кажется, не совсем правильно. Вот, и «большие данные» – это технологии, машинное обучение и искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это пытка сделать так, чтобы машина принимала какие-то решения или обучалась так, как будто она человек, причем с такими хорошими компетенциями. То есть мы пытаемся научить машину делать, оценивать больного на уровне хорошего врача-специалиста. Понятно, что мы учим его работать как хороший врач, а не как не очень хороший врач. Это понятно. А, например, машинное обучение – это те методы, которые позволяют на основе данных. Машинное обучение – это всегда на основе данных. То есть есть некоторая выборка данных, которая верифицирована. В ней известно, где плохо, где хорошо. И мы пытаемся оценить, в чем разница между плохо и хорошо. Например, болеет – здоров. Есть лекарственная устойчивость – нет лекарственной устойчивости. Какое будет давление, например. И в результате эти методы, они из разных областей. Есть еще методы экспертных систем, которые позволяют строить диагностику. И в медицине все это достаточно тяжело идет по основной причине. Есть математики и IT-специалисты, которые работают в области методов и систем. И есть медики, которые работают в области медицины. И именно соединение вот этого вместе происходит достаточно редко. Люди разговаривают обычно на разных языках. И вот нужно интегрировать их друг к другу. То есть здесь математикам и IT-шникам достаточно сложно вместе работать. Но если это удается, и нам это удается, например, то получается вот такие очень хорошие результаты, очень интересные результаты. Мы, допустим, работаем с медиками под руководством член-корреспондента Бориса Заревича Гельцера. И вот эти исследования ведут очень многие медики. И надо сказать, что их вклад совершенно не оценим. Без них это было бы невозможно. А вот что касается других областей, здесь математикам и IT-шникам обычно проще. То есть там есть вещи, которые, в принципе, хороший математик поймет почти сразу. Ну, например, в экономике или, например, в телекоммуникациях. Это область, которая вообще непосредственно связана с IT. Или в области, например, ритейла. То есть понятно, что практически любой хорошей математики, и даже иногда не очень хорошей, достаточно легко освоит область данных, ритейла совершенно понятного. И предметная область будет достаточно проста. Поэтому в других областях, в частности, в экономике, в анализе финансов, в банках. Очень популярно это в банках. И многие банки имеют у себя отдельных специалистов, которые связаны с анализом данных. И это область управления, менеджмента, организации. Сейчас в организациях очень большой объем данных. И, собственно говоря, один из способов повышения эффективности управления – это так, чтобы в организации кто-то отвечал за анализ тех данных, которые уже есть. Поэтому область анализа данных, она очень большая, очень широкая. И здесь вопрос только в том, чтобы IT и математики нашли общие точки соприкосновения с теми людьми, которые работают в соответствующих областях. В общем, если подвести некий итог первой части нашего разговора, можно сказать, что сегодня искусственный интеллект – это уже не будущее, а настоящее. И он помогает практически абсолютно в всех сферах нашей жизни. И, конечно, в первую очередь в медицине. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Напомню нашим телезрителям, что мы говорили в первой части программы о больших данных, об искусственном интеллекте, который позволяет сегодня спасать даже людей, не побоюсь этого слова, в частности, биомедицина – наша сфера, которую мы сегодня обсуждаем. И у меня возник такой вопрос. Насколько я понимаю, вот эта обработка больших данных, она позволяет исключить человеческий фактор. То есть сегодня искусственный интеллект, он и в этом смысле помогает. Правильно ли я это поняла? Ну, скажем так, он позволяет уменьшить влияние недостаточно профессионального человеческого фактора, а повысить уровень профессионального. То есть он позволяет обеспечить доступность хорошей медицинской консультации, диагностики в тех местах, просто физически, в которые хороший врач не сможет доехать. Их мало, хороших врачей. Они находятся в каких-то центральных ресурсах, например, во Владивостоке, или в Москве, или в Санкт-Петербурге. А больные болеют везде. И там, где человек находится, очень часто врачи просто не потому, что даже, может быть, иногда они не имеют достаточной квалификации, просто их мало. И они имеют квалификацию только в какой-то ограниченной области. А в той области, где заболел человек, просто там нет этих врачей. И вот попытка вместо врача дать некоторый инструмент, который, он его не заменяет в полной мере, но, по крайней мере, он покажет врачу проблему. Он обозначит то направление, куда тот врач, который там находится, может двигаться. То есть ему некоторая помощь и некоторое сужение вариантов ошибки ему будет предоставлено. И этим он, конечно, повысит эффективность лечения. А главное, что люди, которые находятся далеко, смогут получить доступ к более высокой квалифицированной помощи. Хочется вернуться немножечко к проекту. Я думаю, что мы достаточно подробно и понятно рассказали нашим телезрителям о том, какова его суть. А мне бы хотелось, с другой стороны, немножечко о людях проговорить, которые будут в нем работать. Конечно, как вы сказали, это не один человек, это очень масштабный проект. Расскажите, как он будет реализовываться, есть ли какие-то временные ранки или он вне временной. Нам интересны все подробности. Проект предусматривает участие всех 10 официально сотрудников, которые являются участниками этого проекта в течение трех лет. В настоящее время в проекте присутствуют 5 организаций. Основное, как я говорила, в ГОЭС, где находится та часть, которая связана с машинным обучением и с разработкой технической платформы для машинного обучения, для медицинских экспериментов, имея в виду техническое сопровождение. И разработку способов хранения, анализа данных биомедицинских. В проекте большую часть занимает лаборатория искусственного интеллекта Института автоматики процессов управления под управлением Грибовой Валерия Викторовна, которые занимаются частью связанной с экспертными системами, то есть с искусственным интеллектом с помощью экспертных систем, фактически медицинских, и разработкой антологий соответствующих областей медицины. Мы занимаемся в области кардиологии, в области пульмонологии, в области нейрохирургии, неврологии и ВИЧ-инфекции и туберкулез. То есть у нас выделено несколько областей, по которым мы в первую очередь, ну потому что это наиболее значимые социальные заболевания. Кроме этих двух организаций в проекте участвуют представители медицины, естественно. Это Дальневосточный федеральный университет с Борисом Зраевичем Гельсером, где медики по этим направлениям являются активными участниками процесса, в том числе, например, медики из Дальневосточного федерального медицинского центра. Кроме этого в проекте участвует Тихоокеанский государственный медицинский университет под управлением Елисеевой Екатерины Валерьевны, ведутся исследования в области пульмонологии, в частности и фармакоэкономики. И, кроме этого, в проекте, как я говорила, участвует Высшая школа экономики, где Калышинский Эдуард Станиславович занимается анализом текста для того, чтобы обеспечить формализацию этого текста, имея в виду историю болезни, чтобы в дальнейшем мы могли ее анализировать. Я очень хотела бы еще добавить, что в проекте мы привлекаем студентов активно, это, прежде всего, магистранты, потому что без них очень многие вещи достаточно сложно делать. Данных очень много. Людей, которые анализируют данные, к сожалению, очень мало. И эти компетенции необходимо развивать, потому что они, скажем так, не даются, если и даются, то единицы, а данных так много, что людей должно быть тоже очень много. И вот в силу этого мы активно привлекаем, конечно, студентов, в основном из области обработки и математики, и информационных систем. Активно в этом проекте участвуют и медики, аспиранты, потому что это, собственно говоря, те способы, которыми они дальше будут лечить. Это молодежь, которая на новых подходах развивается. Мы вообще развиваем компетенцию, связанную с анализом данных активно, очень активно. Поэтому, я думаю, это и студентам интересно, и дипломы у них действительно очень интересные получаются. Ну и нам большая помощь от них, и поэтому я с удовольствием поздравляю наших участников всех проекта с тем, что мы выиграли. Но это огромная ответственность и огромный объем работы, который нам надо сделать. Без человека искусственный интеллект пока что не справится. Не справится. Конечно, вы используете все возможные ресурсы. Но я так понимаю, что и, конечно, для студентов, все-таки в ГОЭС это известный институт, университет у нас в городе. И я так понимаю, что для них это очень важно, принять участие в таком уникальном, можно сказать, проекте. Мне кажется, да. Может быть, они думают по-другому. Но придется понять и осознать этот фанг. Да. Я еще раз хочу поздравить вас с победой в конкурсе, который тоже звучал не так просто. Может быть, для многих информационные технологии в цифровой экономике. Спасибо вам большое за этот разговор, что пришли к нам. Ну и, конечно, успехов вам в реализации этого замечательного проекта. Спасибо большое. И вам тоже удачи. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин